Как Максима Колькова. Я уже по радио говорю, и сказок про вас не расскажу, и песен про вас не спать. Так вот, правильно. И песни из репертуара Ольги Нестеровой поют. И песни человека, который продолжал оборогу своему, романцы, клипки поют, и не только поют. И спектакль из-за. И даже сочиняют стихи. А вы понимаете, когда посвящают актеру или актрисе стихи, то это самое главное. Оно остается навсегда. И вот многие наши друзья, профессиональные, непрофессиональные поэты, он не хочет. Но вот этот поэт, вы его, не может быть, иначе знаете. По сцене он очень много помогал нашему театру, помогал, когда делали федературные вечера. В некоторых из них обязательно участвовала Ольга Нестерова. Потому что большинство поэтов, которые работали у дней войны и блокады в Ленинграде, ведь она не зря носила медаль за оборону Ленинграда, я уж не говорю, за боевую и за сумму. Вот сейчас прозвучают стихи. Они называются красиво, романсы. И я предлагаю, чтобы их прочел автор Николай Ударов. Прошу вас, Николай Ударович. Добрый день, дорогие друзья. Мне посчастливилось лично знать, от Гумы Тимьянову не раз с ним встречаться. Хотя беседы были довольно короткие. Но в результате родилось это стихотворение. Романс на первой линии огня. Своя на фронте, а не гость. И в этом подлинное диво. Сорокоградусный мороз. К бойцам певица выходила. Сперва не верила она, Что может песня здесь пропеться. Кому-нибудь нужна, слышна, Что может сердце ей согреться. Старинный горестный романс, В салонах притомно звучавший. Она пропела первый раз И вдруг услышала на счастье, Как в стылом воздухе слова. Не улетают в подневесье, А льются тревью соловья И попадают прямо в сердце. Глаза, куда не кинешь глаз, Сверкнул на фронте луч победный. Так петь, как лишь в последний раз, Так слушать, словно в миг последний. Аплодисменты.